В Самарской области готовится отметить День России. В канун праздника в областном центре вручали государственные награды. Лауреатами орденов, медалей, почетных знаков и заслуженных званий стали 18 человек. Олег Зверев присоединился к поздравлениям. Они добились золотого результата в жизни и сегодня их труд оценили на уровне высшего политического руководства страны. Государственные награды накануне Дня России вручил лауреатом губернатор Николай Меркушкин. Вы как раз те, которые добились того, чтобы ваш труд был отмечен не только в кругу своих коллективов, но и на самом высоком уровне, на уровне президента страны. Поэтому спасибо вам за ваш труд, за тот вклад, который вы делаете, каждый на своем рабочем месте. Марина Вострикова, тренер школы высшего спортивного мастерства, награждена Орденом Дружбы. Среди ее потопечных немало чемпионов и самая дорогая медаль – золото Паралимпиады, которую в Лондоне завоевала воспитанница Марины Николи Радамакина. Когда это все совершалось, я находилась с Николей рядом. Я ездила в Лондон на Паралимпийские игры. Все это сама ощущала. Не знаю, как она, но я была вообще... Была, ну, как вам сказать, ну, очень сложно в этой ситуации. Волновались, конечно, переживала. Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено главному врачу областного кардиодиспансера. Сергей Хохлунов смог отладить работу коллектива так, что именно в Самаре будет лучший в России кардиологический центр. Это будет самый современный. На 15-й год, когда мы планируем запуститься, будет центр. Это раз. Вот, соответственно, к этому времени мы и будем готовить кадры соответствующим образом. Связи зарубежные есть. И, как сказал сегодня Николай Иванович, действительно, мы будем приглашать сюда самых лучших специалистов, чтобы самим обучаться. И не менее важно, что вручаются и областные награды. Алла Кац, завкафедры музыкальных инструментов. Среди ее учеников тоже чемпиона. Она учила играть Сергея Войтенко и Дмитрия Хромкова. Сегодня ей вручен почетный знак губернатора за труд во благо земли Самарской. Взять хорошего ребенка талантливого и прозаниматься с ним 15 лет, а может и 20. Ну вот тогда получается что-то из чемпионов. А так это очень сложный вопрос. Я не зря об этом сегодня говорила, что нужна школа одаренных детей. Всего в списке 18 лауреатов, но награждать будут больше. В Самарской области введены порядка 50 новых номинаций заслуженных работников. И одна из высших губернских наград – почетный знак трудовой славы. Олег Зверев, Александр Каракулько, Новости губернии.